Сначала можно я скажу, а как я тебя обломал, да? Я просто хотел сказать, что мне очень приятно быть здесь, в самом сердце Москвы, на мастер-классе Егора. Конечно, это дорого, но я надеюсь, что оно того стоит. Прости, что я тебя перебил, твоё вступительное слово. Я, если честно, потерял дар ничего, но тем не менее, я приветствую вас, мы маленькие любители плёночной и очень плёночной фотографии. Я очень рад тому, что совершенно замечательный человек Алексей, ради диверсии, посетил мой мастер-класс, даже не пожалел на это денег. Я надеюсь, что ему всё понравится. Я заплатил в два раза больше, мне должно понравиться. Да. Если вам неизвестен этот человек, вы можете зайти на совершенно замечательный сайт, подозваемым rangefinder.ru, длинномерка, как хотите, и найти там себя, себя и меня и всех, его так вообще в топе, в самом низу, в самом топе, но в самом низу. Но тем не менее, у меня есть несколько вопросов к вам, Алексей, которые... Это жаль. Это жаль, да. Но тем не менее, они есть, я их даже записал, потому что я ленив. Да, я ленив, поэтому я их записал. Ты безупречен. Я безупречен, да. И начнём мы с самого лёгкого вопроса. Почему стрит это говно? Стрит это говно. Спасибо. Спасибо, Егор. Это было не утверждение, это был вопрос. Ну, на самом деле, это можно назвать и утверждением. Дело в том, что термин себя дискредитировал. Да? Да. А что ты подразумеваешь? Стрит сам по себе, конечно, не говно. Стрит это очень хорошо. Хорошо, потому ты как-то сказал, что теперь бью, что стрит это кошки и обнажённые бабушки с бананом в руке, прыгающие в воздух. Да. Это действительно так. Просто как получается сейчас? Получается, что большое количество людей собрались, приняли для себя некоторые стандарты фотографии. Допустим, нам в клубе Дальномер решили, что это стрит, это наш мейнстрим, и все им занялись. Соответственно, люди выходят на улицу, воспринимают окружающую действительность сквозь пары алкоголя, заряжают в плёнку фотоаппарат, дальше снимают всё, что угодно с людьми, с котами и так далее. Всё это достаточно неплохо смотрится в канве, все друг друга любят, все друг друга хвалят, всё замечательно. Если попался вдруг взгляд человека в кадре, значит человек ещё и одарённый. То есть ему удалось снять не только спину. Соответственно, всё это публикуется в больших количествах, называется стритом. Вот такой стрит и есть давно. Это, наверное, ваш вопрос. Да, а что вы можете этому противопоставить? Этому противопоставить я могу? Да. Вам и ничего нельзя этому противопоставить, да? Противопоставить этому можно кота, обнажённых женщин и сениш. Сениш, да? Сениш, я думаю. Это моя серия, феерическая просто удолжительность. Кстати, вот об обнажённых женщинах. Как вы считаете, где должна быть резкость на сиськах? Есть ли у вас ручка? Пожалуйста, к вашему услугу. Спасибо. Маркер. Хотите показать на мои ручки? Я сейчас покажу на вашем источке. Давайте. Значит, всё зависит от формы соска. Обратите внимание, острая форма. Соответственно, она подспудно несёт под собой какую-то резкость. То есть вот кадр вот с такой вот формой, да? Это острый. Заметьте, сиськи две. Соответственно, в два раза резче уже получается. Вот он не подразумевает наводкой резкости на сосок. То есть здесь я бы размещал резкость несколько за, возможно, даже за спиной модели. Если же мы имеем вот такую картину, не дай бог вот такую, такую не надо фотографировать. Вот так, вот так. То, соответственно, наводимся... Помоги мне, подержи сиськи. Да, конечно. Вот сюда. Вот тогда вот сюда. Примерно так. То есть потом лучше зажать диафрагму. Лучше, по-моему, лучше зажать. Зажать. Я понял. Хорошо. Перейдём к следующим вопросам. Хорошая фотография, она бывает когда? Хорошая фотография, она бывает тогда, как бы это сказать, когда человек, ну, лучше всего сказал об этом Колосов, да? Когда фотограф растворяется, оставляя на фотографии только чудо божье. Но если не говорить так, ну, как сказать, пафосно в хорошем смысле слова, это всё-таки неплохое слово само по себе, как может позволить себе Колосов. Ну, да, когда фотограф достаточно так скромен, чтобы потеряться в момент фотографии совсем и не помешать произойти вот этому чуду. Хм, то есть важен объект из реки, да? Тогда зачем нужен ещё один человек? Важно всё. Между нам важно всё. Объектом и фотографией. Ты понимаешь, вот это состояние, вот этот факт, он происходит, когда всё сливается воедино. Ну, не может создаться изображение, какое-то изображение, которое мы увидим потом, да, без вот этого триединства объекта, зрителя и фотографа. Причём это даже не, нельзя назвать каким-то конкретным результатом. Вот фотография у тебя. Да, совершенно. Фотография. А она же не одна. Ты видишь камень, автор видит совершенно что-то своё, он там был в определённых условиях, у него это несёт определённый отпечаток, автор, кстати, вообще ничего не может судить о своей фотографии. Ну, то есть, в принципе, это нереально. Я вижу что-то своё, меня, допустим, интересует на ней какая-то облачка вдали, да? Кто-то не любит пейзаж, для него это отвратительно. Кто-то, как я, не любит стрит, если бы это был стрит, я бы плевался, а так я очень люблю эту фотографию. Соответственно, вот. То есть, во-первых, говорим о том, что фотография как таковая, это не какой-то предмет, который можно оценить универсально. Во-вторых, что да, действительно, природа, природа и изображение, картинка, да, она сама по себе идеальна. И если бы зритель оказался в тот момент, в том месте, в том настроении и так далее, он получил бы значительно более интересную информацию для себя, более сильное впечатление, но фотограф необходим. Потому что такая у него работа передать это, сохранить, при этом испортить. Ну, фактически, фотография ему не принадлежит после её создания, правильно? Фотография ему никогда и не принадлежит. Он вообще имеет к фотографии такое печальное отношение, что он вынужден её делать, потому что не может этого не делать. Раплан. Да, да. Перейдём на следующий вопрос. Если вы снимаете на лейку, то почему ваши фотографии такие хреновые? Это совершенно не означает, что Алексей снимает на лейку, он снимает на лейку. Нет, поэтому мои фотографии ещё не дадут. Да, или нет. Ну, во-первых, это красиво. Люди покупают лейки, потому что могут себе это позволить. Если они могут себе это позволить, значит, они хорошо зарабатывают. Если они хорошо зарабатывают, значит, они состоялись в каком-то другом деле. Если они состоялись в каком-то другом деле, то уже, наверное, хватит. Так, раз состоялись, пусть тем делом и занимаются. А ничем другим заняться они, видимо, особенно не могут. Мне так кажется. Что нефотографичное и фотографичное для вас? Нефотографичное и фотографичное для меня. Мало, на самом деле, таких и фильм. Очень сложный вопрос. Нефотографичное. Почему-то физиологические процессы какие-то приходят. Может быть, стоит перейти к следующему вопросу, из которого может вытечь ответ на предыдущий. Из вопроса может вытечь ответ. Да, у меня тоже мысли об этих самых процессах. Простите. Расскажите. Нет, я не расскажу. Я задам последующий вопрос. Касательно эстетики low-fi фотографии. То есть, фотографии низкого качества. Когда мы видим шум, зерно, отсутствие фокуса. Мокуса, шпокуса. Почему это красиво и одновременно, почему это недопустимо и уродливо? Значит, почему это красиво? Да, то есть, мы все привыкли видеть потрясающие резкие фотографии. Чистые, замечательные. Но почему-то они нас совершенно не трогают. Ну, потому что по-настоящему красивые вещи, они... Ну, примутно фотографически следует сказать, что если снять что-то плохо, это воспринимается довольно-таки естественно для человека. Нерезкое изображение, изображение шумное и так далее. Не знаю, может быть, у нас сейчас такой виток восприятия, что ли, у всех фотографий. Если раньше люди не могли получить качество, и хорошим считалось его наличие, этого качества. То есть, его надо было добиваться всеми силами, с огромным трудом и так далее. То сейчас качество настолько доступно. Качество в техническом смысле. Настолько доступно, что об этом просто можно не думать. Соответственно, мы начали скучать по чему-то большему. И вот здесь появляются моноклисты, здесь появляются всякие лобфайры, снимающие на ламо и так далее. Потому что ценность, качество, она нивелировалась в каком-то смысле. И люди хотят наслаждаться спонтанностью, что ли, эмоциональностью. И в принципе это действительно работает. То есть, если я сфотографирую что-то экспрессивное, что-то на пляже, что-то такое веселенькое, нерезко, мутное и так далее, все посмотрят и какие-то нотки в душе это заденет. Потому что это просто мило может быть. Может быть в этом есть какая-то позитивная эмоция и так далее. То же самое с негативными эмоциями. То есть, если я ночью что-то страшное на выдержке 15 секунд сниму бабушку какую-то, крадущуюся, вынужденно крадущуюся по питерским переулкам, это тоже производит впечатление. Особенно если хоть что-то можно будет разглядеть на изображении. Но и то, и другое, достаточно порочный путь. Это не слишком серьезно, что ли, на мой взгляд. Хотя серьезные применительные фотографии, это тоже довольно ущербный подход. Потому что что-то серьезно снимать, это плохо. Это тоже ничего не получится. Здесь какой-то... Мы сейчас говорим скорее об эмоциональном. Сложный баланс. Для себя так упрощенно, потому что сложнее мне просто самому себе это не объяснить. Я понимаю так, что лучше все-таки снять просто и качественно в привычном понимании, но в то же время без ущерба для интересности картинки. Пусть это сложнее, но это интересно. То есть не надо прятать фотографию за некоторым эффектом. Да, совершенно верно. Я просто понимаю. Не считаешь ли ты фотографию, которая исходит, как некоторые говорят, от желота или от сердца? Фотографии, так сказать, 3.0. То есть до этого мы просто получали изображение, потом пришел, так сказать, некий Брессоновский стрит. Ну, не Брессоновский стрит, а фотография, которая строится как некоторая геометричная форма. И сейчас вот мы как раз подходим к тому, что, или может быть уже подошли, когда вот этот вот лоу-фай соединяется, то есть некоторый виток получается, с качеством, эмоциями. Ну, получается, это не совершенно новый продукт, если ты понял меня. Я тебя понял два раза и оба раза по-разному. Начал ты с фотографии, которая исходит от сердца, да? Да. Вот здесь очень опасно. Потому что вот это идет к тому, что я так вижу, я так чувствую. И вообще очень много я. Когда в фотографии появляется очень много я фотографа, это уже плохо. Не надо портиться в изображении. Я так думаю. Не надо... То есть нужно найти некоторый компромисс, да? Между тем, что ты чувствуешь при виде и между собой, да? Чтобы не было на фотографии слишком много тебя, но и тем не менее она не являлась передачей простого пространства. Да, да, да. Это, наверное, так... Нужно прочувствовать сцену. Прочувствовать сцену, может быть. Может быть и нет. Как бы... Ну, нельзя сказать, что вот я пришел, встал и посмотрел на сцену, и я ее прочувствовал, да? На это ушло какое-то время, и на это ушла... Вот если это просто озвучить, то кажется, что на это ушла какая-то подготовка. Вот эта подготовка, ее не должно быть. Ну, по идее, не должно быть. Потому что, когда мы начинаем готовиться, мы подключаем вот те огромные пласты своего образования, эстетического опыта, там, и переживания, еще чего-то. Причем подключаем осознанно, на уровне осмысливания. Ну, тут мы все, собственно, теряем все. Сцену, время, там, деньги, стоить. Да, поэтому фотография начинает, когда я счастнонадуманная, да? Все вот это, да. Мы теряем, получается фигня. Мне как-то это должно происходить достаточно экспромтом, а экспромтом это когда происходит? Когда ты вообще заряжен своим опытом. То есть, это все за тобой есть, это у тебя нет, нет, с одной стороны. А с другой стороны, ты легок и предельно открыт. То есть, вот этой вот энергии вселенской, не будем использовать какие-то более сложные термины, запрещенные в клубе дальномерной к обсуждению, она может пройти через тебя. Ты не закрыт от нее, ты не заширен своими мыслями и прочим. Можно, конечно, психотропные вещества принимать, они тебя раскроют еще все, на все стороны. Я думаю, они помешают. Они не помешают, но скажем так, они принесут. Не, они не принесут я, они, может быть, тебе помогут, просто они принесут самих себя в процесс. И это будет всегда заметно. Это можно Энтони до Агата посмотреть, который без этих психотропных веществ, по-моему, не может снять ничего. И когда я смотрю на его фотографии, это видно. При этом я точно знаю, что он молодец в том плане, что так издеваться над своим здоровьем в этой фотографии не каждый сможет. И это определенный труд. Но это как-то слишком серьезно для меня. Ясно. Ну и потом не мой путь. Ясно, ясно. Алексей, у меня практически больше нет вопросов. Может быть, вы что-то хотите добавить от себя? Да. Давай обменимся. Давай. Руканул! Ну, в общем, я надеюсь, что вам что-то понравилось, вы что-то поняли. Увидимся. Пинки, привет. Мы ждем тебя, мужик. В общем, всем пока, всем спасибо.